Всем привет! Я нахожусь возле Верховной Рады Украины, точнее возле Мариинского дворца, который за ней находится. Собачка очень приличная, симпатичная такая возле меня. И через пару дней, а именно через несколько дней, а именно 16 февраля, тут будут бушевать страсти, поверьте мне. Съедутся евробляхеры со всех сторон, требовать принятия нормальной человеческой растаможки для всех украинцев. Опять, как и с ситуацией с ФОПами, которые я уже рассказывал, ситуация с ФОПами описана будет как сверху, так и снизу на страничке. Заходите на видео, слушайте, смотрите. Я рассказываю, что такое евробляхи, и почему их надо поддерживать, и почему их так ненавидит правительство. Все довольно просто. На сегодняшний день в Украине одни из самых дорогих автомобилей в мире вообще. То есть мы входим там в дурацкий список стран, точнее в список дурацких стран, которые выжимают последние соки из своих граждан и делают автомобили запредельно дорогими. Объясняю, в какой список мы попали, с кем именно. Прежде всего в этом списке номер один это Эфиопия. Дикая африканская страна с диктаторским правительством, с диктаторским правлением, которой нужны деньги на оружие и на авиакомпанию. Вот у них самая большая в мире авиакомпания, там, Эфиопия Airlines, которая является гордостью местного диктатора. Самые современные самолеты, правда, сейчас не летают из-за кризиса, но тем не менее. Вот на эти цацки он тратит деньги, которые собирает всех несчастных эфиопов, которые рискнут покупать себе автомобиль. Ну, чтобы вы понимали уровень цен, и мы к нему сейчас стремимся. У них там очень популярна самая интересная Лада Копейка или Первый Фиат. Да, вот это вот очень популярный у них там автомобиль. Так вот, а там она стоит 20 тысяч долларов. Вот туда мы сейчас идем с нашими растаможками, с нашими законами. Второе. Это Сингапур. Очень развитая страна, демократическая, замечательная, очень дорогая, с очень дорогими машинами. Ну, во-первых, тут два момента. Первое. Сингапур это делает не от хорошей жизни. Вся площадь Сингапура, наверное, поменьше площади Киева. Вот. А население там побольше. И ездить на этих машинах, по большому счету, негде и некуда. Понимаете? Поэтому, чтобы хоть как-нибудь ограничить пробки, хоть как-нибудь справиться с ними, то вот это вот и небедное население платит довольно немалые налоги с тем, чтобы авто... А, и устанавливать к тому же график, когда можно выезжать, когда нельзя, с тем, чтобы как-то уменьшить пробки в своей крошечной стране и с тем, чтобы хоть как-то ограничить количество автомобилей, которые ездят по ней. Третья страна из этого списка нехорошего, это Украина. Здесь совершенно идиотские цены на машины. Почему? Их задрали вследствие того, что у нас есть группа жуликов, прохиндеев, контрабандистов и просто мерзавцев, которые создали так называемое производство, на самом деле, полнейший фейк. Никогда не было в Украине никакого производства автомобилей. Все мы знаем, что просто прикручивали шильдики, колеса и там еще парочку деталей, дворники, по-моему, прикручивали. Сначала на ДЭУ, на русские Лады. Сейчас опять, кстати, на Лады хотят привинчивать шильдики, выдавать их за фейковое производство. Вот. И даже собирали Ауди, будете смеяться, прикручивали. Немцы, по-моему, давали прикручивать колеса на Ауди. Вот. Вот такое вот производство. Так вот, чтобы у этого производства не было конкурентов, у этого фейкового производства, никогда не существовавшего производства не было конкурентов, то для всех украинцев были задраны налоги на автомобили. И автомобили у нас на сегодняшний день в 2-3-4 раза дороже, чем, скажем, в Германии, где средний немец получает зарплату, наверное, раза, как минимум, раз в 5, наверное, выше, чем средний украинец, если не в 10. То есть можно смело говорить о том, что каждому немцу, например, да, автомобиль обходится, ну, в 30-40 раз дешевле, чем украинцу. Вот так, чтобы вы понимали соотношение цен и возможностей. То есть вот таким вот образом нас просто-напросто дурят, обманывают и имеют, как хотят. На сегодняшний день бляхеры выступили против этой мерзопакостной ситуации. По-другому я ее назвать не могу. Я абсолютно и полностью их поддерживаю. То есть они ведь требуют сейчас уменьшения вот этих вот грабительских налогов не для себя, а для абсолютно всех. С тем, чтобы в условиях полного отсутствия собственного производства автомобилей, которого нет и ближайшие лет 20 не предвидится, по тысяче одной причин, и одной причине, и никогда не было в Украине этого производства. Так вот, с тем, чтобы удовлетворить спрос на нормальные, качественные, а не корейские, автомобили, нормальной сборки, чтобы люди могли сами лично себе привести. Речь идет об одном автомобиле в год, не более. То есть ни о какой спекуляции здесь речь в принципе не идет. С этой целью бляхеры или владельцы автомобилей на евро номерах потребовали от правительства принятия закона. Если я не ошибаюсь, я не буду говорить номер, по-моему, 3704. Абсолютно не столь важно этот номер этого закона, и кто его подал, и как его подал. Это все не имеет ни малейшего значения. Главное, что этот закон, в случае его принятия, понизит, существенно понизит для всех украинцев стоимость автомобилей. И вот за это, и вот за это я глубочайше благодарен этим бляхерам. Потому что, еще раз повторюсь, несмотря на то, что некоторые крайне недалекие индивидуумы проклинают их, на чем только свет стоит, опять повторюсь, это индивидуумы крайне недалекие. Потому что для ваших же детей они сделают так, что автомобиль будет дешевле, понимаете? Ну, я не понимаю, как можно это не оценивать. То есть, они хотят довести на сегодня, чтобы у нас, после принятия этого закона, цены на машины были такие, как в Германии, как в Польше, как в Дании, как в Голландии, как в нормальной стране. Пускай даже в ненормальной России, но там тоже цены ниже. То есть, у нас вообще самые высокие цены после Эфиопии и после Сингапура. Я даже был в Швейцарии, даже там ниже. Вот честно, даже там цены ниже. Вы представляете себе уровень дохода? Вы знаете, что швейцарцев не миллионеров долларов, их вообще не существует, там все богатые. Так вот, у них машины несколько, все равно хоть немножко, но дешевле, чем у нас. Вы представляете себе, как нас дурят? Какое это все дурилово и как нас имеют? Поэтому 16 числа тут будут возле Рады волнения, тут будут недовольства в случае, если закон не будет принят. Ну, кто считает нужным, подходите. Кто считает нужным, чтобы его дети платили при покупке автомобилей цену, как в Эфиопии, и были эфиопами, ну, пожалуйста, не выходите, проклинайте, обсуждайте это на кухне, надувайте щеки, надувайте губы, но не забудьте заплатить за автомобиль в три раза дороже, чем в Германии. Вот так. Всем привет!